Смоленск, Псков, Кострома, Ульяновск, Новороссийск, Камышин, Белгород, Кубенко, Тула, Рязань. Это те города, где сейчас идет подготовка десантников к большому общему старту, который намечен на 3 февраля на 11 часов утра. Из Новороссийска военные сначала побегут без лыж. С появлением снега десантники встанут на лыжню. Рязанцы же совершат грандиозный круг дистанции более 900 километров. Стартуя в Рязани, проходя через Владимир, Суздаль, Ярославль, Переиславль-Залезский, Сергеев-Пасад, Орехово-Зуево, Луховицы, финишируя в нашем городе. А тульские десантники, которые 23 января с радостью поделились секретами своих тренировок, пройдут 500 километров на лыжах до столицы ВДВ. Сейчас они вовсю занимаются подготовкой к этому переходу. Сейчас в время готовности совершения лыжного марша. Наличие всего необходимого имущества и вещевого обеспечения. Проверку снаряжения десантники доводят до автоматизма, ведь недокомплект при большом переходе на лыжах может вывести из строя всю группу. Спальный мешок, термобелье, верхняя одежда, аптечка. В рюкзаке десантника все снаряжение весит более 50 килограммов. Условия для представителей всех городов были подобраны индивидуально. Тем, у кого дистанция короче, достанется более сложная трасса. К примеру, тульские десантники в день планируют проходить по 30 километров. Рязанцы и представители Новороссийска смогут проходить большие расстояния. Поэтому в Туле сейчас активно отрабатывают бег на лыжах по пересеченной местности, преодоление природных препятствий, оказание медицинской помощи в экстремальных условиях. По замыслу организаторов, днем военные будут преодолевать дистанцию по полям и лугам, а ночевать им предстоит в городах. В городах, в которых будут останавливаться военнослужащие Тульской или Рязанской области, будут проводиться совместные военно-патриотические акции с муниципальными образованиями этих городов с целью популяризации службы в воздушно-десантных войсках и пропаганда нашего Рязанского высшего воздушно-десантного училища. После тяжелого дня на лыжах, приехав в город, десантники прямо на улицах будут давать концерты, а также показывать азы рукопашного боя. На следующий день отправляться в путь. Они планируют пройти по местам боевой славы нашей страны, а также памятников в деревнях и селах, чтобы отдать дань тем, кто защищал нас в военных сражениях. Это лучшие десантники, они отобраны по своим морально-деловым, психологическим качествам, по состоянию здоровья. Мы их проверили всесторонне, чтобы органослужащие, вот длительный лыжный переход, были готовы к его совершению, невзирая на какие-то, может быть, трудности, какие-то невзгоды. Здесь самые лучшие из лучших, они этим гордятся, и это для нас большая честь. Окончательным аккордом всего лыжного перехода станет общий финиш 10 команд на Рязанской земле, который запланирован приблизительно на 20 февраля. Однако здесь никто не отменяет соревновательный момент. Военнослужащие будут бороться за право финишировать в столице ВДВ первыми. Такие планы есть и у рязанских десантников. Беспрецедентное мероприятие воздушно-десантных войск будет посвящено столетию образования Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Стоит сказать, что перед стартом 2 февраля в Рязани запланировано масштабное мероприятие, на котором все рязанцы смогут увидеть наших ребят, которые будут стартовать на следующий день, а также насладиться военно-патриотическим концертом. Анна Герцовская при поддержке телеканала Первый Тульский.